В ночь на 25 июня российские войска одновременно выпустили полсотни ракет по украинским городам. С моря, с воздуха и с земли. Под массированный удар попали Николаевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Киевская и Львовская области. Сегодня около 4 утра были нанесены ракетные удары с Чёрного моря по территории Львовщины. Всего 6 ракет, 4 попадания, 2 были сбиты. Поражён военный объект на территории Яваривского района. В результате удара 4 человека пострадало. По Николаеву россияне стреляли противокорабельными ракетами «Оникс» с территории оккупированного Крыма. По северу Украины российские войска запустили ракеты «Искандер» с территории Беларуси. Также российские бомбардировщики Ту-22М3 взлетели с аэродрома в Калужской области, залетели в белорусское воздушное пространство и запустили противокорабельные ракеты «Ха-22», не залетая в Украину. А в Харькове ракетный обстрел был и утром субботы, и вечером пятницы. Живу в центре, в самом центре Харькова. Сегодня ночью был ракетный удар по офисному центру, вокруг жилые дома. Назвать эти запуски ракет высокоточными нельзя. Но у России уже практически закончились те ракеты, которые можно назвать современными. Типа «Искандер», «Калибр морского базирования» или крылатая ракета «Ха-101», объясняет ученые Национальной академии наук Украины. Сейчас они фактически используют ракеты устаревших типов, которые снимаются с хранения. Это те же «Ха-22», это ракеты от комплекса «Точка-У», и это ракеты крылатые, тоже стратегические, «Ха-555». Кроме того, они используют противохорабельные ракеты «Ха-35» и «П-800 «Оникс». Таких ракет, как «Оникс» или «Ха-22» у России достаточно много, и обходятся они недорого. Но при таком расходе к концу года россияне останутся и без советских запасов. Ракета «Ха-22» — это тяжелая авиационная ракета, которая разрабатывалась в 60-е годы для борьбы с авианосными ударными группировками. Они имеют по нынешним временам довольно невысокую точность. Кроме того, они предназначались для атаки именно по крупным радиоконтрастным целям на фоне моря, то есть кораблям типа авианосец, крейсер. А использовать их по наземным целям можно только если цель размером с город. Это скорее можно назвать террором, а не военным единством. Чтобы решить какие-то военные задачи, то есть, скажем, с уверенностью 99% прекратить функционирование, к примеру, аэродрома или уничтожить какой-то склад, тому подобное, или прекратить функционирование железнодорожного узла с помощью ракет, которые попадают куда-то туда, оно невозможно. Старая советская противокорабельная ракета «Ха-22» несет почти тонну взрывчатки. Запускать ее можно только с бомбардировщика Ту-22М3. К счастью, самолет в боевом положении может нести их только две штуки. Некоторые модификации «Ха-22» можно подавить комплексами РЭБ – радиоэлектронной борьбы. А вот сбить их тяжело. Их скорость составляет около 4000 км в час и летят они на высоте более 20 км. Единственный комплекс зенитно-ракетный, который может их перехватывать – это комплекс С-300. Еще одна особенность «Ха-22» – они на жидком топливе, поэтому имеют меньше радиус действия и их обломки очень-очень токсичны. Те же «Ха-22» заправляются топливом, которое называется «Тонко». Такое еще немецкое топливо, придуманное еще в 40-х годах. Это смесь различных аминовых соединений. В дыхании их приводит к поражению как органов дыхания, так и организмов в целом. Окислитель для этого топлива – концентрированная азотная кислота с добавкой азотного тетраксида. Тоже очень токсичное вещество. В упавшей ракете, даже отработавшей, всегда будут остатки топлива. Это топливо смердит мертвичиной, но лучше не подходить и не нюхать, чтобы не пострадать. Если вы не профессионал, если вам это не нужно делать по работе или по службе, не подходите, не работайте с ним, не трогайте. Со временем эта штука распадается. В связи с тем, что это высокоэнергетические топлива, они также в воздухе, в природе, они не очень стабильны. К тому же в обломках любых ракет могут быть несработавшие боевые части или пироэлементы, взрыв-патроны, которые могут сдетонировать. Ярослав Стешик, Белсад.